Добрый день, уважаемые трейдеры! Традиционно главным трендом второй половины декабря на рынке Соединенных Штатов всегда выступает низкая волатильность, а падение активности обычно запускает ралли, которое большинство называют по имени сказочного Санта Клауса. Почему мы заговорили об этом почти традиционном росте фондового рынка уже сегодня? Ведь до новогодних праздников еще ой как далеко. А дело в том, что возможно в этом году рождественское ралли прошло раньше, в неделю Дня Благодарения. Возможно, рынки были застегнуты врасплох и гибкой позицией Федрезерва США после заседания 1 ноября. Мягкое решение по ставке было подкреплено противоречивыми данными по экономике. В Соединенных Штатах наблюдалось замедление всех показателей инфляции в сочетании с умеренными личными расходами. Рынок труда выглядел устойчиво, рост первичных безработных проходил плавно. Уровень длительных безработных, согласно свежей статистике, подошел к максимальным значениям за последние два года. Но между снижением инфляции и растущей безработицы для регулятора важнее, конечно же, потребительские цены. Так что в целом все говорило в пользу прекращения агрессивной монетарной политики в США. А перспективы возможного снижения ставок в начале следующего года вызвали стремительный рост акций в конце ноября. И теперь, похоже, рынок задается вопросом, не опередил ли он сам себя в ожидании снижения ставок? Сможет ли ноябрьский рост пойти дальше? Ведь главный катализатор – это смягчение оппозиции ФРС – уже рынком отработан. Хорошо, если этот чрезмерный оптимизм найдет сегодня поддержку в комментариях главы ЦБ США. Однако Джером Пауэлл обычно очень осторожен, когда говорит о планах на будущее. И, скорее всего, будет настаивать на жестких денежно-кредитных условиях, чтобы гарантировать устойчивое снижение инфляции. Если же Федрезерв США на своем заседании в декабре предпочтет остаться в стороне и не предпринимать никаких действий по ставке, фондовым индексом Уолл-Стрит будет трудно повторить свое ралли. Например, индекс S&P 500 показал в ноябре лучший результат с 2022 года и вырос на 7,8%. А за год этот индикатор общего рынка США уже показал одно из самых высоких значений за всю историю, подъем на 20%. За это же время высокотехнологичный NASDAQ прибавил еще больше, невероятные 45%. Но сегодня на премаркете бычий настрой американского фондового рынка несколько отступил и отвел индекс S&P 500 в район котировки 4560 пунктов. Его фьючерсы предполагают торги в диапазоне 4565 и 4584 пункта. Если вспомнить, что Уолл-Стрит прогнозировала в январе завершение 2023 года в минусе, то ноябрьское ралли стало настоящим подарком акционерам. Особенно ошеломляет ноябрьская прибыль инвестиционного банка Кэти Вудс Арк Инновэйшн. Компания подорожала на огромные 34% и показала лучший результат за всю историю, начиная с 2014 года. Пока фондовые рынки замерли в ожидании комментариев от Джерома Пауэлла, индекс доллара перешел к росту. Его ценовой диапазон между отметками 103.20 и 103.60 подает бычьи сигналы именно на фоне осторожных торгов по акциям. Но не будем забывать, что доллар Соединенных Штатов находится под постоянным давлением продаж все то время, пока ФРС держит ставку на паузе. Поэтому больших успехов сегодняшний рост гринбеку скорее всего не принесет. Тем не менее торги американской сессии пятницы он начал на подъеме в районе цены 103.50. Его позиция по индексу к шести валютам-аналогам может сохраниться до выступления главы ФРС сегодня вечером. Похоже, что сегодня рынки готовы торговаться больше на настроениях, чем на экономических данных. По крайней мере, именно так выглядит канадская пара, в которой луния укрепляется, несмотря на пока сильную позицию гринбека. Цена пары держится в медвежьей зоне в районе отметки 1.3521. Дело в том, что сегодня в Канаде были опубликованы данные по рынку труда, инфляции и деловой активности в производстве. Все эти показатели повысились. То есть наблюдается примерно та же картина, которую мы увидели раньше на примере в США. Рынок труда и экономика растут, но также повышается уровень зарплат, а это возможная причина сохранения инфляции и как следствие следующих ястребиных решений по ставке Банка Канады. Не уступает американцу и главная криптовалюта, которая торгуется сегодня в ценовом диапазоне между 37 518 и 38 786 долларов. Как видим, биткоин снова уверенно поднялся над уровнем 38 тысяч долларов и даже пошел на штурм высоты в 38 800. Корреляция между его котировками и фондовым рынком продолжает расширяться на фоне продолжающегося давления со стороны регуляторов США. Напомним, что с начала ноября главная цифра уже несколько раз пыталась закрепиться выше уровня в 38 тысяч долларов, но пока безрезультатно. Тем не менее, технические индикаторы предполагают продолжение его бычьего тренда. Тем более, что многочисленные институциональные инвесторы все чаще обращаются к биткоину в ожидании открытия спотовых биткоин-фондов в США. Таким противоречивым на взлетах и падениях стало начало торговой сессии в США. Этот наш обзор подошел к концу. Желаем вам удачного завершения торговой недели и хороших выходных. Будем рады получить от вас фидбэк. Пишите ваши вопросы и комментарии под этим видео. Будем на связи и увидимся в понедельник.